В очередной раз были открыты невероятные вещи о нашем космосе. Космический телескоп Джеймс Уэбб только что сделал невероятное открытие о нашем Солнце. Наблюдение за далекой звездой впервые показывает нам, как выглядело наше Солнце вскоре после своего рождения, и дает нам новые ответы на вопросы о тайне формирования звезд. Мог ли ты когда-нибудь поверить, что новый космический телескоп покажет нам космос совершенно по-новому? Было понятно, что Джеймс Уэбб будет немного лучше старого телескопа Хаббл, но тот факт, что он намного лучше, регулярно приводит астрономов в восторг. Любители космоса и астрономы-любители теперь тоже с нетерпением ждут каждого нового снимка супер-телескопа. Давай вместе полюбуемся несколькими последними штрихами гениальности телескопа. На этом фантастическом и бритвенно-четком снимке изображена галактика-водоворот, известная также как Месье 51 или NGC 5194, находящаяся на расстоянии 23,1 миллиона световых лет от нас, с ее огромными спиральными рукавами. Сверхновая 2022а в спиральной галактической паре ARP-299 завораживает своей причудливой игрой красок. Даже туманность-кольцо старой космической знакомой сияет в новом великолепии благодаря технологиям Уэбб. Благодаря технологии инфильтрации Джеймс Уэбб, телескоп не только предоставляет нам завораживающее изображение необъятного великолепия Вселенной. Теперь мы можем изучать эти образования и многие другие открытия, так как никогда не было в истории человечества. Наблюдение за одной очень особенной звездой теперь даже позволяет нам впервые увидеть, как выглядело наше Солнце на ранних стадиях своего рождения. Звезды просто так не формируются. Ты когда-нибудь задумывался, как на самом деле формируется звезда. Теоретически она начинается, как скопление газа и пыли, которое приводится в движение такими силами, как давление со стороны других звезд или влияние взрыва сверхновой. Вращаясь все быстрее и быстрее, облако под действием собственной гравитации стягивается вместе, пока они становятся все более и более плотными. Затем температура и давление в центре продолжают расти. В нем начинается кипение, пока наконец не запускается процесс ядерного синтеза. Вуаля, звезда родилась. Затем процесс термоядерного синтеза продолжается в течение миллионов или миллиардов лет. Наше Солнце прошло через этот процесс около 4,5 миллиарда лет назад и до сих пор светит. Элементы для термоядерного синтеза в основном до сих пор поступают из облака, из которого родилось Солнце. Все наши знания о рождении звезд изначально были теоретическими. Ученые реконструировали этот процесс из основ физики, а остальное они просто вывели из формул относительности Эйнштейна. Лишь гораздо позже они увидели первые молодые звезды в космосе своими глазами и смогли подтвердить свои теории с помощью наблюдений. Как выглядело молодое Солнце Если мы хотим узнать, как выглядела наша звезда вскоре после своего рождения, то нам нужно посмотреть на Хербик АРО-211. Космический телескоп Джеймс Уэбб предоставил великолепное изображение этой звезды. На снимке Хербик АРО-211 или HH-211 видна очень молодая звезда в центре и биполярные струи вещества слева и справа. Объекты Хербик АРО – это, по сути, явления в космосе, которые связаны с образованием молодых звезд и звездообразующих областей. Они названы в честь астрономов Джорджа Хербига и Гильермо АРО. Оба исследователя открыли эти удивительные и завораживающие объекты практически в одно и то же время, в 1950-х годах. То, что выглядит как тихое или почти благоговейное рождение звезды, на самом деле мчится через межзвездное пространство со сверхзвуковой скоростью. На самом деле Хербик АРО – это светящиеся пятна. Они образуются, когда молодые звезды выбрасывают материю в межзвездное пространство. Конечно, этому способствует и скорость, с которой движется звезда. Таким образом, прото-звезда на этом снимке показывает, как могло бы выглядеть наше Солнце возрастом 4,5 миллиарда лет, когда ему было всего несколько десятков тысяч лет. Молодые звезды, подобно этой, изначально поглощают больше массы своего окружения и значительно растут в начале своей жизни. Однако на более поздних стадиях звезды снова сжимаются. Наше Солнце тоже теряет массу, но в крайне малой степени. Потеря массы Солнца происходит в основном за счет солнечного ветра, постоянного потока заряженных частиц, выдуваемых с поверхности Солнца в космос. По оценкам экспертов, средняя потеря массы Солнца составляет около 4,5 миллионов тонн в секунду. На первый взгляд это звучит колоссально, но с учетом общей массы Солнца, эта величина все же крайне мала. Поскольку наше Солнце выросло, ежегодная потеря массы в течение его жизни на сегодняшний день привела лишь к крайне незначительному изменению его общей массы. И так будет продолжаться еще довольно долго. Наша звезда только-только достигла середины своей жизни. Почему молодая звезда испускает джеты? Джеты HH-211 – это энергетические потоки материи, которые выбрасываются из молодой звезды и светятся в космосе фантастическими цветами. На самом деле эти джеты состоят в основном из газа и пыли. Практически все объекты HH-211 сопровождаются этими светящимися потоками. Они играют заметную роль в изучении тайн звездообразования и взаимодействия молодых звезд с окружающей средой. Джеты HH-211 являются биполярными, то есть распространяются в противоположных направлениях. Они простираются в пространство вдоль оси вращения молодой звезды и распространяются как вверх, так и вниз. Характерной особенностью этих струй является их чрезвычайно высокая скорость, которая часто может достигать нескольких сотен километров в секунду. Такая высокая скорость является результатом огромной энергии, выделяющейся при взаимодействии материи внутри протозвезды. Когда джеты ударяются об окружающую межзвездную среду, они создают ударные фронты с повышенной плотностью и температурой. Эти ударные фронты в очередной раз представляют собой красочное зрелище, прекрасно запечатлённое Джеймс Уэб. Благодаря уникальной интенсивности света, которую способен уловить и отобразить этот телескоп, объекты Херби-Каро, такие как HH-211, теперь можно изучать ещё более детально. Свет многое рассказывает о процессах, происходящих вокруг этого объекта, который находится на расстоянии около тысячи световых лет. Световые волны раскрывают подробности о задействованных элементах, а также скоростях, действующих вокруг объекта. Изучив данные, полученные от HH-211, исследователи обнаружили, что струи богаты молекулами, включая моноксид углерода, моноксид кремния и молекулярный водород. Для исследователей HH-211 является идеальным объектом для изучения, так как это одна из самых молодых и близких звёзд, выбрасывающих материю. Благодаря телескопу Джеймс Уэб мы теперь можем следить за рождением звёзд более пристально и точно, чем когда-либо прежде. Как выглядели первые звёзды? Поверишь ли ты мне, если я скажу, что мы понятия не имеем, как на самом деле формировались первые звёзды в космосе? Это звучит безумно, но это правда. Ни один исследователь никогда не видел и не анализировал такую звезду в деталях. Но почему, собственно, это так? Ну, увидеть раннюю стадию развития Вселенной не так-то просто. Свет, который доходит до нас, сильно растягивается из-за расширения пространства и смещается в красный диапазон. Самые старые световые сигналы, которые Джеймс Уэб смог идентифицировать на данный момент, имеют тёмно-красный цвет и размыты. На самом деле мы пока даже не знаем, действительно ли это галактики, и как мы могли бы распознать отдельные звёзды внутри этих образований. Это кажется почти невозможным, если бы не счастливое совпадение. Одна из самых старых одиночных звёзд, когда-либо обнаруженных, WHL 0137LS, которую учёные также называют Ээрандель – звезда рассвета. Она выделилась только потому, что была изначально увеличена эффектом гравитационного линзирования. Эффект гравитационного линзирования возникает, когда очень массивный объект, например, галактика или даже чёрная дыра, вызывает искривление в восходящем пространстве времени. Эта кривизна действует как выпуклая линза и иногда увеличивает объекты на заднем плане до такой степени, что становятся видны отдельные звёзды, которые мы никогда не смогли бы распознать в обычных условиях. Они просто слишком малы в необъятном космосе. Так что открытие Ээранделя было поистине удачей. Ещё один объект, который с большой вероятностью является одной из самых старых одиночных звёзд – это SMSS J031336670839.3 или сокращённо SM0313. Исследователи подсчитали, что возраст этой звезды может составлять 13,6 миллиарда лет. Это позволяет предположить, что данная звезда относится к первому поколению. Учёные называют эти пока что чисто гипотетические звёзды звёздами второй популяции. Предположительно, прототипы звёзд образовались из облаков, которые остались в виде первобытных газов и пыли после Большого взрыва. Из-за нарастающих силовых сдвига в космосе эти облака начали вибрировать, конденсироваться, разрушаться под своим весом, и начались термоядерные процессы. По сравнению с современными звёздами, эти первые типы звёзд, вероятно, все были огромными и массивными. Согласно прежним предположениям, решающим фактором формирования первых очень крупных звёзд было отсутствие тяжёлых элементов. Это означает, что для первых звёзд были доступны только лёгкие элементы, и это оказало глубокое влияние на свойства звёзд популяции 3. Эти первые звёзды были очень массивными, некоторые из них, по оценкам, были в сотни тысяч раз массивнее нашего Солнца. Из-за своей огромной массы и почти чистого водородно-гелиевого состава они создавали интенсивное излучение и температуру в десятки тысяч градусов Цельсия. Из-за таких экстремальных условий они имели очень короткий срок жизни, всего несколько сотен тысяч лет. И только когда эти звёзды взрывались, в обращении поступали тяжёлые элементы, которые становились основой для формирования новых типов звёзд, и в конечном итоге таких звёзд, как наше Солнце. Однако все эти сценарии пока что являются чистыми теориями. Учёным очень хотелось бы увидеть звёзды популяции 3 во всей их мощи. Существование SM0313 пока не доказано на 100%. На простом языке это означает, что ни возраст, ни состав звезды однозначно определить не удалось. Установка, которую учёные использовали для поиска, как считается самой старой одиночной звезды, когда-либо наблюдавшейся во Вселенной, была уничтожена пожаром в 2003 году. Теперь астрономическое сообщество с нетерпением ждёт того дня, когда Джеймс Уэбб вновь попытается найти эту чрезвычайно далёкую звезду. Формирование самых первых звёзд во Вселенной – это увлекательная тема, которая будет занимать нас довольно долго. Джеймс Уэбб уже показал, что первые галактики выглядят совсем не так, как представляли себе исследователи. И мы можем с нетерпением ждать, какие сюрпризы преподнесёт нам этот исключительный телескоп. Никогда не пропускай новые видео и подписывайся на канал прямо сейчас!